У нас сейчас переходный этап, есть стандарты, когда мы готовили специалистов 5 лет, сейчас мы готовим бакалавров 4 года плюс магистров 2 года. И сейчас плавно существуют параллельно все эти программы в университетах, педагогических в том числе. И это нормально, этот этап переходный, и наши бакалавры постепенно и магистры внедряются в практику образования. Есть третий стандарт третьего уровня, это, собственно, стандарт общего образования, по которому обучают детей. Получается, профессиональный стандарт отвечает на вопрос, что должен делать специалист-педагог. Стандарт общего образования говорит о том, чему он будет учить детей. А стандарт образования высшего говорит, как подготовить этого суперпрофессионала, вот этого самого вашего солдата. До 4 года. Нет, это миф какой-то, который почему-то муссируется именно СМИ, потому что в концепции говорится все четко. 4 года – это бакалавр, причем может быть прикладной бакалавр, может быть академический. Что значит прикладной? Очень много практики, достаточно теории, но очень много практики. Академический бакалавр, когда пополам теория и практика, но тем не менее практика на первом плане. Затем следующий переход 2 года – магистр. Причем магистр – это может быть работающий в школе и акцент на практику школьную, повышение своей квалификации через вот эти творческие всевозможные проекты, которые педагог на себя берет. А может быть магистратура, когда педагог претендует на самообразование, саморазвитие, получение академического образования универсального и может затем пойдет в аспирантуру, как очень многие наши педагоги. Погодите, вы все так или иначе изначально получали педагогическое образование, да? Все с высшим педагогическим образованием. То есть, ну и приблизительно там плюс-минус в одно время это образование получали. По одному стандарту, тогдашнему, можно так сказать. В чем, я не знаю, в чем его недостатки, например, этого образования? Почему возникла необходимость менять вот эту систему 4 плюс 2 и будет ли эта система лучше? И не кажется ли вам, я сейчас так вот не пытаюсь дать ответ на этот вопрос, да? А вот по моему субъективному исключительному мнению, что сначала вот мы все помним вот этот мучительный переход от выпускных экзаменов к ЕГЭ, а потом поняли, что как-то вот какие-то недочеты есть, успеваемость снизилась, уровень, возможно, образованности на выходе из средней школы у учеников упал, и поэтому решили поменять, условно говоря, с другой стороны. Потому что тут как-то вот уже неэтично лезть, уже же поменяли, вроде отработали, опять это все ковырять не хочется, и поэтому полезли со стороны педагогов. У них не возникает такое ощущение? Я вот даже, у меня не возникает. Ну это тенденции вообще мирового развития образования, ведь болонский процесс не нами придуман, да? Если мы хотим, чтобы наше образование высшее, прежде всего, было востребовано международной арене, мы должны играть по тем правилам, которые есть во всех развитых странах. Поэтому Россия вступает в этот процесс, и это двухступенчатая система, это неизбежная плата за то, чтобы наши дипломы высшего образования были признаваемы в мире, да? Поэтому здесь ведь не только это, а необходимость изменения вообще вот тех самых стандартов, о которых мы говорим, появление этих стандартов, оно вызвано тем, что образование же меняется, меняется наша жизнь, меняются требования, появляются новые стандарты к школьному образованию, к образованию в ВУЗе, естественно. И понятно, что учитель должен обладать новыми компетентностными подходами. Именно они заложены в основу новых стандартов профессиональных и учебных, естественно. Можно я скажу, что меня так немножко действительно порадовала? Это идея интернатуры. Я в свое время была на стажировке за границей, и у них интересная форма работы. Это помощник учителя, где учащиеся второго курса, третьего курса, не просто проходят практику, а прикрепляются к сильным учителям и работают помощником учителя в течение там, например, трех-четырех... А то есть не как-то у нас бросили как котенка в класс. На самом деле это сопровождение. Институт наставничества, он был всегда в советской школе, понимаете? Это же тоже наши культурные проекты. И как подмастерия. И студент приходит в школу, и в течение трех-четырех месяцев он работает с учителем. Он не просто выдал, пришел уроки. Тогда все вопросы снимаются. Почему вот вопрос зарплаты, я позволю себе вернуться, но мало кто знает, что в школе у нас можно сейчас заработать, и, давайте скажем, и 60 тысяч, и 70 тысяч учителя зарабатывают, и бывают премиальные фонды. Вообще мало кто знает. Вообще мало, потому что мифов очень много. И когда говорят вот про СМИ, вы сказали, у нас такое-то создается вопрос СМИ, что учитель, образ учителя... Когда интервью брали, я говорю, не надо делать из учителя образ несчастного человека. У нас сейчас учитель, который зарабатывает, который имеет возможность заработать деньги. У нас приняли законы об автономии, приняли законы о платных услугах. То есть учитель, успешный, это не неудачник, который... Вот идея самая главная, может быть, какая-то, это показать, что учитель, он не есть неудачник, он успешный человек в нашем обществе. И еще очень важно, что меня поразило, может быть, и заинтересовало в профессиональном стандарте, это гуманизация, этика педагога. Например, в этой же этике педагога сказано, что то, что говорит ребенок учителю, учитель не имеет права никому больше рассказывать, кроме тех случаев, когда это касается каких-то действительно преступных противов, это ведь идея гуманизации. Как у священника. Как у священника получается. Тайные исповеди буквально. Конечно, поднимается роль учителя, а когда мы поднимем эту роль, и студентам покажем, посмотрите. Ну, то есть и степень доверия учеников к учителю, она повысится в разы. Да, да. Вот, может быть, вот этот большой плюс, когда интернатура, когда они не просто приходят как гостями, а когда они живут в школе, и, может быть, они тогда и придут все-таки. Я надеюсь, что в школе все-таки жить они не будут. Я предлагаю прерваться буквально на полторы минуты. Мы подготовили опрос горожанин, то есть такая точка зрения извне, не изнутри, из школы, а извне. От родителей, от людей, которых дети учатся в школе или учились, чему стоило бы или нужно учить наших учителей. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Каждый день корреспонденты ИТВ проводят опрос утерки. Отдавая ребенка в школу, хотелось бы, чтобы с ним занимался настоящий профессионал. Вот только не все учителя соответствуют требованиям родителей. Чего именно им не хватает, сегодня выясним у наших горожан. Как-то заинтересовывать учебный процесс. То есть, не какие-то консервативные методы исполнительные, хотя больше инноваций. То есть, я не знаю, каких-то презентаций интересных, примеров приводить. Более тесно взаимодействие с высокими технологиями. То есть, вот эти все айфоны, все эти айпады, планшеты, вот если бы не овладели немножко вот этими высокими технологиями и преподавали их детям, ну, преподавали бы с использованием, было бы намного лучшее, считаю. Не хватает той закалки, которую давали педагогам, когда их готовили в советское время. А именно отношения больше даже не в сторону плоскости денег, а в сторону человеколюбия. Воспитательная часть профессии, она сейчас очень страдает. То есть, педагог должен не только давать какие-то знания, но и воспитывать будущее поколение. То есть, с маленького возраста уже закладывать какие-то качества, которые должен человек проявлять, когда уже станет взрослым. Сейчас, наверное, учителя не так замотивированы, как в прошлом. Поэтому, соответственно, картина. Больше свободного времени, чтобы они могли много читать. Им же некогда. Да, ну вот это то, что считают горожане, как я уже сказала, это такой некий взгляд извне. У нас есть, кстати, телефонный звонок к нам в прямой эфир. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я хотела уточнить, просто в дошкольном учреждении и школьных учреждениях очень часто собираются деньги на какие-то нужды, на ремонты, на учебники. То есть, это вроде школьное образование у нас бесплатное. Да, мы не очень поняли, к чему этот комментарий. Или что вы хотели спросить? Я хотела уточнить, что это все правомерное. Да нет, конечно, не правомерное. Если только есть решение на этот счет родительского комитета, какое-то ваше решение. Вообще учебниками в полном объеме обеспечены. Что касается дошкольных учреждений, здесь вообще ни о каких учебниках речь не идет. Нет, ну когда каждый год школа начинается 1 сентября, перед 1 сентябрем всегда говорят, что нужно сдать определенную сумму денег или купить какие-то учебники. Можно я тоже дополню, раз уже вопрос такой зашел. Ну, во-первых, действительно, учебниками школа обеспечивается сейчас в полном объеме. Может быть, речь идет о рабочих тетрадях, которые далеко не всегда, они каждому ребенку положены, да, и они, естественно, не всегда входят в комплекс учебников. И поэтому такие рабочие тетради, конечно, каждый родитель должен приобретать самостоятельно. А учебники школа, естественно, приобретает за счет бюджета. Что касается сборов на ремонты, различные какие-то другие пожелания, хоть со стороны школы, хоть со стороны родителей, они, естественно, осуществляются только в добровольном порядке. И если родители выражают свое желание, и со школы эта позиция согласована, то тогда только с согласия родителей возможен какой-то сбор средств. Ну и потом, ведь сбор средств перед первым сентября может идти не обязательно на ремонты или учебники, а просто на организацию праздника или каких-то, я не знаю, выходов. В общем, это как в системе жилищного коммунального хозяйства. Там общее собрание жильцов, здесь общешкольное собрание, родительский комитет и прочее. Ну вот, Инна, все-таки, если у коллеги, точнее, у телезрителей есть конкретные факты, пожалуйста, она может обратиться в Министерство образования, Малышево 33, город Екатеринбург, телефон 371-2008. Мы разбьемся. Ну, я предлагаю сейчас на эту тему не отвлекаться, потому что это отдельная большая тоже тема, а поднять ее просто в другой программе отдельно, и не исключено, что с другими специалистами, не с педагогами, которые, собственно говоря, этим не занимаются. У нас на связи в скайпе, кстати, Андрей Демидов, сопредседатель межрегиональной и профсоюзной организации «Учитель». Это город Москва. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышите нас? Здравствуйте. Да, я вас слышу хорошо. Да, слышно хорошо нас? Да, да. Да, у меня вопрос к вам очень простой. На самом деле, насколько, не знаю, активно идут, скажем, обсуждения в Москве вот этой инициативы Министерства образования об изменениях, о переучивании педагогов, о новой системе обучения педагогов. Спасибо.